Валерий Григорьевич Карпин 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 у нас сейчас клуба еще есть, вы сами знаете, 9-го числа он полицейский получил, 12-го числа за 2 минуты до игры заявили последнего игрока, так же, потренировались один день, 11-го, проблемы с формой, проблемы совсем и с перелетами, так что, ну, ребята к всему относятся с пониманием, что очень благодарен. Ну, что я по тому, как команда двигалась, ребята находятся в хорошем функциональном состоянии? Не могу, честно, не могу, естественно, сказать. То есть по игре, да, можно что-то говорить, в каком функциональном состоянии, абсолютно все в разном, 100% кто-то тренировался, знаете, с командой Улисс, даже играл какие-то игры, кто-то не тренировался вообще, допустим, Артем Рокер, кто-то тренировался в своих командах, что-то, что каждый делал, естественно, трудно отследить, дайте, со всеми поговорил, всех спросил, кто-то, что делал, ну, все абсолютно в разном состоянии. Я проиграл 9-го числа в Лиге Европы, жарив в 40 градусов, потом ночью не спал, полетел, полетели в Питер, сейчас опять даже практически не спаля, еще. И все, при этом, где играли на 0, на выезде 2 очка, считаешь, очень более чем достойный результат для, в данный момент, для торпеды. Валерий Георгиевич, идя на трибуну, достаточно часто слышно такое мнение, что идем на Валерия Карпаса, много стратегий, приходилось прочитать. Как Вы считаете, российский футбол, как именно игра, сейчас находится в кризисе, и в этом аспекте как отличается он с Ваней, которым в данном проекте? Я бы сказал, что не игра сама посидела, когда выходит на поле футболиста, начинает играть на зеленом квадрате против 11, я не могу сказать, что в кризис находится именно эта составляющая, то, что управление футболом в кризисе, я думаю, все всем понятно. У нас за три года до начала чемпионата мира, на данный момент, я так понимаю, еще тренера нет, сборной, президента ФПС нет, другим словом, чем бардака. И сборная, если у меня нет? Футболисты есть, во всяком случае, сборная есть или нет, футболисты-то есть. Другим словом, чем бардака, трудно характеризовать, естественно, не только в Испании, но и в любой стране. Еще можно вопрос? У вас в составе есть вратайца Геревякин, который достаточно блестяще депутировал тренер-лиг в 16 лет, но после этого пропал, сейчас объявился у вас в торпедах. Вы видите в нем возможность его вернуться на этот уровень, на выиграть в тренер-лиге, и будете выдавать фуншансы? Все зависит, всегда все зависит от футболиста. Будет тренироваться, будет прогрессировать, будет показывать, фигу, там, игру, или то желание, с которым можно его поставить в своем составе, чтобы проверять, чтобы полигон в другом футболе. Пожалуйста. Александр Панок сегодня, когда вас спрашивает, кто может быть тренером сборной, назвал только одну фамилию вашу, и Никита Симонян, кто может быть тренером сборной, тоже назвал вас, вы когда договорились, что готовы сборить на Чистый или на этот, сейчас бы вы готовы разговаривать можно в России по футболу. Что же, готов, готов, готов. Если поступим, у нас же тогда будем думать, это помимо того, что честь, понятно, тренер или любого россиянина, это еще и очень большая ответственность, смотря для чего, смотря как. было нюансов, надо понимать, готов опять. Только три дня назад, четыре дня назад, писал с Торпедовым. Как даже озвучил президент Торпедовым, в сборную готовы отместить. Валерий Георгиевич, вы неоднократно заявляли, что никогда не возбавите ЦСКА. А как вы относитесь к другим армейским клубам? Валерий Георгиевич, как все другие воликоленты. Я к ЦСКА отношусь как к клубам. Еще будут вопросы? Валерий Георгиевич, помню, когда были выбирая «Спартаку», всегда были стильно одеты, в стильные джинсы, сегодня в обычном, в спортивном. Почему? Неуместно считать или как? Очень простое объяснение. Бытовое, жизненное, не знаю. Во-первых, перелет – это раз. Во-вторых, самое главное, даже нет. А то, что вы, так как тренинг с вашего штаба не увидели, еще один на скамейке. Должны подлететь послезавтра, скорее всего. Тренер по подготовке, и второй тренер, и тренер по вратарям. Так что вы занимаетесь и заменами, и разминкой, и тренер, в общем, всем. Поэтому особого времени, и времени особо даже не было. Минут, чтобы переодеваться. Но, может, таки у вас будут и станции, да? Да. Валерий Георгиевич, а почему вы одели манишку на лавке? Потому что мы футболисты играли в черном, и мы в черном, судя сказал, что он один мяч. Судья на линии, снародные перепуты с кем. Спасибо. Еще будут вопросы? Да. Но, если нет, больше, спасибо вам. Спасибо большое. Продолжим нашу, после матча, с нашим интересам. Теперь на ваши вопросы ответили, Александр Николаевич Горбачев. Это главный тренер скайной армии. Если кто-то еще не знаком с ним, прошу любить и жаловать. Первый вопрос. Какое впечатление оставила сегодняшняя игра? Устроение плохое. Результатом играли недовольны. И, честно говоря, играли. Что планировали, да? Как планировали играть? Знали, что команда будет контролировать мяч. Вот. И поэтому мы хотели разрушить их игру. Вот. Прессинговать, отбирая мяч и проводить атаку. Ну, не всегда удавалось. Очень часто выходили из-под прессинга команды в торпедах. Хотя несколько моментов было. Но, опять же, наша сейчас беда в том, что, так же, как и в «Луче», очень много в атаке примитивных действий. Очень примитивных, очень все предсказуемо. Вот. Целую теорию посвятили после игры с «Лучом». Показали моменты, что нужно послоднокровней в атаке распоряжаться мячом, не торопиться. Ну, опять то же самое. Очень быстро отбираем и быстро теряем. Вот. Здесь, как не успокаивал ребят, опять какое-то давление на них давит. Не пойму почему. Вот. Короче говоря, результатом не удовлетворения. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. 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 Александр Таврович. Вопрос такой. У молодых футболистов часто, когда они выходят на поле, да, и играют там, ну, против именитых, скажем так, звездных соперников, там бывает шамадрат происходит, да? У вас... Среди не было такого, там, потому что на прогнозорке скамейки, на адресском мостике, около 20, да? Ну, я вас умоляю. Ну, какой мне умоляю. У меня 20 лет футбол играл, уже тренируем. Ну, наоборот, интересно обыграть такого тренера, молодого перспективного, одного из кандидатов в сборную. Вот, наоборот, интересно является. Какой-то он может перестать. Было очень огромное желание победить. И у футболистов, я смотрел их, даже чересчур такое желание захлёстывало. Я успокаивал, наоборот, немножко успокойтесь. Холодная голова должна быть. Холодная голова. Вот очень хотели выиграть, но не получилось. Ну, ничего страшного. Проанализируем игру, постараемся исправить ошибки. Не знаем, на чем работать, что надо улучшать. Пожалуйста, еще пожалуйста. Александр Николаевич, вот Вы сказали о примитивизии действий некоторых наших игроков, которые должны быть на острие атаки. Вообще, ну, это наша болезнь последних, скажем, трех лет, наверное. Есть ли какие-то перспективы? Ну, из того состава, кто у нас сейчас, в принципе, таких, наверное, не найдется. Может быть, есть смысл нам еще усилить? Я понял Ваш вопрос. Ждем мы. Есть креативные футболисты. Вот это Минич в первую очередь. Вот он как раз тот футболист, который успокоит игру. Вот чужой штраф он может принять, может обыграть, может придержать, может пробить. Вот один из таких. Карасёв, Минич. Да и у этих футболистов хороший потенциал. У Литифорова, Гатякоев пока волнуется парень. Хотя с такой скоростью, с таким дриблингом, с таким завершением, потенциал огромный. Пока не может справиться со своим волнением. На таком уровне никогда не играл. Здесь. Ну вот Никифоров был сегодня очень хорош. Ну в плане и скорость взрывная прекрасная у него. И с желанием и без страха играл. Но вот ему сейчас не хватает психологического равновешности. Парень уже 30 матчей не забивает, что для него конечно не свойственно. Ему нужна какая-то психологическая устойчивость. Мы поддерживаем его и говорим, что будешь забивать. Ну если ты не будешь бить поворотом, конечно ты не забьешь. Нужно обострять, нужно проникать в штрафную, не бояться, рисковать, нужно идти в обыгрыш, нужно бить поворотом. Как можно поддерживать. Я уже и неоднократно говорил, что в обороне можно выстроить игру с любой командой. А в атаке там нужно мастерство. У них мастерство есть, им нужно немножко похладнокровнее распоряжаться мячом. Александр Николаевич, вот вы уже прям интересны, команда сегодня, в счастье с кучом матча сваливалась на лоб у Бога, да? Дей вперед и так придет, да? Может что-то в тренировочном процессе поменять? Допустим, как Олег сейчас поменял, он придет в спартак, он просто на тренировках запрещает играть вверх, только низом, за игру вверхом вторую. Может в этом и не какой-то другой выход вы увидите? Ну конечно мы поправим там все. Уберем эти моменты, чтобы просто так не играть в период. Я это все время говорю, пока мы и тренировки снимаем, и игры снимаем, и говорим об этом. Что просто так нельзя отдавать мяч. Столько трудов достается нам его отобрать, и только мы отбираем и опять теряем. Об этом говорится, и будем на этом акцент акцентировать. Очень легко расстаемся с мячом. Очень легко расстаемся с мячом. Я им даже сейчас вот на тренировке даю упражнения, давай делать минимум три касания. Ты не имеешь права в одно играть, не имеешь права в два, только три, минимум. Чтобы они контролировали мяч, чтобы они проходили в свободные зоны, делали проходы. Ну контролировали мяч. Ну что-то получше стало, но все равно какая-то зажаток. Торопиться. Торопиться быстрее, быстрее, быстрее. Настолько все примитивно. В первом тайме были неплохие моменты. И там из-под прессинга они не вышли. Киреев убежал, да? Могли там штрафной поставить. У Киеврова несколько продольных передач на мячом какие-то обострения. Ну вот так. Ударов-то по воротам нет? Ударов нет, бить надо. Конечно бить надо. Тот же Гайдаш все выполняет, понимаете? В обороне хорошо играет. Какие-то мячи цепляются. Но он все время спиной к воротам. Как его не разворачиваем, он должен развернуться лицом. Он после травмы как-то поменял совсем маниру игры. И не похож на себя, на того, который пришел к нам в Гайдаш в начале прошлого чемпионата. Сейчас это абсолютно другой человек, надо с ним тоже. Вот нет нацеленности, понимаете, на гол. Нет. На завершение. Нет на завершение. Вот он какое-то принимает решение отыграться. Говорит, да, все правильно делает, там, как обороняться надо, как цепляться. Ну а самое главное, завершение никак не доберется до удара. Что требуется от формы. Конечно. Сейчас он хоть встал в районе штрафной, потому что он постоянно то на аутах, то на угловых, и штрафной его не найдет. Поэтому говорим, поправляем, надо улучшать, улучшать и груботать. Ну что, большое спасибо. Удачи! Спасибо! Удачи! Спасибо! Поехали! Поехали! Субтитры подогнал «Симон»!